Ваше приезд Это огромное мероприятие для всех любителей и ценителей музыки нашей столицы И хотелось бы вам задать вопрос, как вам вообще Бишкек, вы ведь у нас впервые Бишкек Да, это первый мой приезд, не только к вам в город, но и в Кыргызстан, и в Среднюю Азию вообще Я рад, что так получилось, что приехал именно к вам Даже получилось побывать и в городе Ош Поскольку летел так самолет через Ош И даже увидеть там и Салайман Тау И попробовать Ошский плод Уже Познали местные традиции Уже да, за один приезд сделали много Здорово, значит можно вас ждать еще? Надеюсь, что если получится, то с удовольствием Итак, хотелось бы узнать, вы занимаетесь музыкой с пяти лет Могли бы рассказать, с чего вообще началось становление на творческий путь? Был ли это ваш выбор или родители повлияли? Это скорее, конечно, выбор родителей Точнее, не выбор, а желание мамы Поскольку она у меня преподавала в музыкальных школах, во дворце культуры И у нас дома стоял инструмент И, наверное, это естественно, когда родители хотят, может быть, чуть-чуть себя реализовать в детях Часами репетиций, да, были? Нет, это естественно все было сообразно возрасту Да, мама меня подталкивала все время А в каком возрасте у вас появилась вообще мысль, что вы свяжете свою музыку Со всей своей жизнью музыку Посвятите жизнь музыке Я поехал в десятилетнем возрасте в Москву И учился в центральной специальной среднемузыкальной школе И эта школа, естественно, готовит детей Может быть, если не исключительно, то в основном К профессии музыканта Эта школа при консерватории И естественным образом Все дети потом идут и учатся в консерватории Здорово Расскажите о своем самом ярком музыкальном впечатлении Может быть, это был первый концерт Либо какой-то успех первый Я хорошо помню свой первый концерт Который состоялся в девять лет моих Это был мой собственный сольный концерт В городе Норильске В зале музыкального училища При полном народе И поскольку я был тогда маленький Я хорошо помню, что не было никакого волнения Который уже, естественно, получается в более зрелом возрасте Было только Такой детский восторг Перед огромным количеством народа И то, что все они меня будут слушать Ну, конечно, более зрелые впечатления Более уже такие осознанные Музыкальные Это и выступления на конкурсах И Можно сказать, что ли я Смогу воспроизвести в памяти Вот свое любое выступление на сцене А их у меня было много Это восхитительно, наверное Снова и снова переживать Такой вопрос А какие композиторы вам наиболее близки? Кто из великих пианистов оказал большее влияние на вас На ваше творчество? Из композиторов Я думаю, что любой человек В своем определенном возрасте На своем определенном жизненном этапе Ему становится что-то более близко Что-то в другой момент Что-то другое Точно так же и с композиторами И в любой момент жизни Я бы даже сказал В любой какой-то момент Это может меняться Просто Каждый раз Все время Открываешь для себя Заново Того или иного композитора И так вот сказать Что кто-то близок А кто-то нет Наверное Не могу Как-то слишком много Слишком много композиторов хороших Слишком много хорошей музыки Вы также являетесь лауреатом Различных международных конкурсов И как вы относитесь к конкурсам сегодня? Конкурсы Это Я бы сказал Момент естественного отбора Наверное Для Концертной деятельности Они необходимы Многие конечно про них говорят Что это Такое необходимое зло Но В этом Все-таки Больше плюсов Чем минусов И если бы Вот мне сейчас Возраст позволял Поскольку конкурсы Музыкальные Это в основном События для 30 Максимум И 32 года Если бы Сейчас мне было бы До Меньше лет Чем эта планка То я бы До сих пор Наверное Ездил Они наверное закаляют Да Характер И все это Волнение Напряжение Позволяют Перебороть Потому что На конкурсах Это сильно Действительно Сильное волнение Сильный стресс А вот если На них ездить часто На них участвовать Регулярно И часто То наверное Это действительно помогает У меня еще такой вопрос А есть ли место В вашей жизни Другим музыкальным жанрам Помимо классической Фортепиано Может вы являетесь Скрытым фанатом ACDC Или Битлз Ну Кроме фортепиано И в классической музыке Все таки Еще Фортепиано Много занимает Наверное Процентов 40 Практически Все композиторы Писали для фортепиано Но Естественно Они писали И для оркестра И для других инструментов И Если так вот Посмотрим на историю Что человек создал То все таки Наиболее Значительные Наиболее лучшие Люди Которые музыку писали Они все таки писали В классическом жанре И то что Человек написал За историю Своего Цивилизованного Существования То Классики Он И Чему-то такому Вечному Он посвятил Большую Часть Времени И большую Часть Своего Объема Работ А у вас Не бывает Такого Что Допустим Сегодня Мне хочется Просто Расслабиться И не знаю Там Включить радио Там Какая-нибудь Попса Или что-то В этом Ради Да нет Нету Такого Как-то Я так думаю Что допустим Джаз Как явление Это тоже Я бы тоже Его не причислял К массовой культуре Это тоже Как ответвление Народной И Какой-то Совершенно Такой Своя дорога У него Это тоже Может быть Очень высоким Искусством А вот Уже Такую Рангом Пониже Это Недостойно Вы С 2012 Года Преподаете Московской Консерватории И хотелось бы Узнать Насколько вам Вообще Интересно Преподавание Не мешает ли Это Концертная Деятельность Нет Это не мешает И При должном Подходе При должном Распределении Времени И сил Это Помогает В Бишкеке Тоже Добрый Дудет Мастер-класс Да Это Вчера Было В музыкальном Училище Но Что я имею Ввиду Что Такая Кропотливая Планомерная Работа Со студентами Она Очень много Дает Но все Время Когда учишь Других То учишься И сам Конечно Завтра У нас Концерт И все Таки Хочется Узнать Чего Вы Ждете Бишкекской Публики В первую Очередь Чтобы Пришел Народ В общем-то Тут Процесс Немного Обратный Я постараюсь Оправдать Доверие Публике Который Придет И Видите Не всегда Публика Ходит Слушать Композитора Иногда Она приходит Слушать Человека Но Я постараюсь Как раз Повторюсь Оправдать Доверие Сделать так Чтобы она Слушала не меня А великую музыку Надеемся Что у вас Завтра Это получится И Наверное Самый Последний Такой вопрос Самый Творческий Если бы У вас Был шанс Побеседовать С одним Из великих Музыкантов Кто бы Это был И о чем Была бы беседа Не только На мой взгляд И на взгляд Многих Пожалуй Самая Великая Фигура Которая Возвышается От всеми Наверное Вряд ли Еще Мы Такого Человека Когда-нибудь Дождемся Это Веган Себастьян Бах Вряд ли Кто-то Сможет Еще так Написать Такую музыку Обладать Таким Трудолюбием Трудолюбием И при этом Оставаться Человеком Очень скромным Набожным Благочестивым Это Это действительно Уникальный Уникальный Случай Случай В человечестве Когда Через Такого Человека Нам Просто Вот как Живое Откровение И Мы знаем Здорово Спасибо Вам Большое Удачи Вам Завтра На концерте Спасибо Взаимно Спасибо Удачи Удачи Удачи